Субтитры сделал DimaTorzok Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Самые быстрые выводы! Один эксперт! На 10 месте у нас Тони Кросс и наконец-таки ему прибавили пейса. Плюс 17. 17 Карл. Я думаю, что это скорее всего связано с тем, что они сами понимали, что карточка неиграбельная и уже надо было что-то с этим делать. Если он получит в теории 2-3 информа, его карточка уже будет плюс-минус играбельная и мы его будем видеть хоть в каких-то составах. А так в целом статы его плюс-минус остались одинаковые, но опять же вот прибавили пейс, спасибо и аф. Дальше у нас идет Эден Азар, рейтинг 91. В принципе со статами я плюс-минус согласен. Далее они ему плюс 1 к рейтингу, а так в целом параметры не особо таки изменились. Давид Дехея, рейтинг 91. Получается лучший голкипер FIFA. 19 крайне невзрячный чемпионат мира он провел, очень плохо стоял и в целом, ну не знаю, я бы дал ему чуть-чуть поменьше рейтингу, там 90-89. Хотя о чем говорить, если Куртуа, блять, получил рейтинг 90. Да-да, это тот самый чувак, который сейчас сидит на банке в реале. Луис Суарес, рейтинг 91. Пейс 80, ну крайне такой себе, я не думаю, что он будет пользоваться особой популярностью, учитывая, что ему отобрали скиллы. Три звезды на скиллах. И это учитывая, что ему прибавили плюс 1 к дриблингу. Ну серьезно, хотя если посмотреть на физуху, можно немножко охуеть. 85. Ну не знаю, чуваки, какое-то двоякое впечатление. С одной стороны статы некоторые подняли, некоторые убрали, но вот из-за отсутствия пейса и скиллов, ну хз, короче. Лука Модрич, рейтинг 91. Подняли плюс 2 рейтинга, я с этим максимально согласен. Провел невероятный сезон. Практически все статы подняли, кроме дефа и физухи. Спасибо огромное, что они не стали урезать ему бейс, как тому же Рабену, отчего я просто до сих пор охуеваю, и Видали. Видали это просто какой-то пиздец. Был один из лучших СПшников в прошлой части, а в 19-й, ну я хуй знает, что с ним делать. Опять же, вероятно, там информа в 10 исправит его ситуацию. Так, подождите, минус 18 пейса у Видаля и плюс 17 у Тони Кросса. Вероятно, они взяли, отняли ногу у Видаля и пришили к Тони Кроссу. Дай Брюне, рейтинг 91. Невероятно крутые статы. Он всегда был крут в любой части FIFA, ну по крайней мере в последних трех уж точно. И вот этот вот парень, естественно, будет пользоваться спросом. Но вот, блядь, хай деф, не знаю, он что, на какой-то ЦПшника что ли месяц. Хотя, 60 деф это довольно-таки неплохо, учитывая, что в каждой части Дебрюна у меня какие-то невероятные отборы делал. Четвертое место. Серхио Рамос, рейтинг 91. Лучший центральный защитник FIFA 19. Статы, как всегда, невероятно крутые. Но вот из года в год хотелось бы, чтобы они ему чуть побольше сделали рейта именно в деф. Ну, чтобы был хотя бы хай-хай. А то получается хай-медиум и у некоторых еще очков он постоянно вперед убегает. Что, естественно, не круто по меркам FIFA. И вот мы приближаемся к тройке лучших игроков FIFA 19. Неймар, Дасилва, Сантос, Джуниор. Рейтинг 92. Все статы очень крутые. Физуха, как всегда, сосет. Если честно, он у меня никогда не пользовался какой-то популярностью. Именно вот из-за физухи. Месси 94. Кто бы мог подумать... Что такое-то? Что, что ему надо? Ладно, пусть с тобой. Кто бы мог подумать, что и Ашники пойдут на такой шаг. Рейтинг такой же, как у Криштиану Роналду. Хотя Криштиану Роналду, как вы знаете, лицо EA Sports. Квезон Компьян. Позицию они ему тоже сменили. Теперь он центр форвард. А это значит, что в каждой викенд-лиге здравствуйте Криштиану Роналду вместе с Месси на форвардах. Хотя Месси вполне и на цапника сойдет. Ну и, несомненно, лучший игрок FIFA 19. Криштиану Роналду. Рейтинг 94. Статы остались практически неизменные. Убавили немножко пасека и физуху на единичку. Ну а так в целом, что про него говорить? Криштиану Роналду. Все будут им играть. Все будут им ебошить. И, естественно, это будет, наверное, самая читерская карточка. Так как у него какие-то там супер-мега-крутые скиллы прописаны. Именно из-за того, что он лицо EA Sports. Ну и вот такой топ лучших игроков FIFA 19. Ставьте лайк, если согласны с рейтингами. Если не согласны, пишите в комментариях, почему. С кем не согласны. Ну, в целом-то из года в год. EA Sports делают крайне спорные карточки. По типу Куртуа, Видалера, Бена. Ну и список может быть бесконечным. А мы, собственно, ждем демку FIFA 19, которая выйдет уже завтра. Или послезавтра. Ну, в общем, в ближайшее время. И, несомненно, я сделаю видосик по этой теме. С вами был я, PandaFX. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравится контент мой. Если не нравится, не смотрите, с кем не бывает. Всем хорошего настроения. И пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok